Всегда интересно посмотреть, на чём стримит и играет твой любимый блогер или стример. Вы на канале Интерлинк и это рубрика «Какой ПКУ?», где мы разбираем ПК разных известных людей и определяем их стоимость на данный момент. Сегодня на экранах у вас ПК известного СПС-чика, стримера и блогера Булкина. Александр Булкин, настоящая фамилия Шабанов, родился 9 января 1996 года в Санкт-Петербурге. Мальчика воспитывал его дедушка. В школьном возрасте будущий блогер начал увлекаться автомобилями и компьютерными играми. В возрасте 13 лет Шабанов на небольшую сумму купил себе первую машину, старенькую восьмерку. 19 декабря 2008 года зарегистрировал на ютубе свой канал Булкин, где начал выкладывать обзоры и стримы на популярные игры GTA и Counter-Strike. Через несколько лет Александр Шабанов Булкин добавил к видеоиграм обзоры на своё второе увлечение – автомобильную и мото-тематику. И уже в июне 2016 года 20-летний Булкин купил за 7 миллионов рублей элитный спорткар Porsche 911 Carrera S. С доходами, судя по его автопарку, проблем нету, поэтому иком должен быть очень сильным. Забегая вперёд, так и есть. Давайте уже приступать к обзору комплектующих на ПК Булкина. Но сначала быстрая реклама моей группы ВК. Там ты найдёшь много интересного ПК, а также сможешь заказать себе подбор комплектующих под свой бюджет. Ссылка в описании. А мы начинаем. Начинаем, как всегда, с процессора. Тут установлен AMD Ryzen 3Dripper 3990X. Очень мощное начало. Вышел этот процессор в 2020 году. Сокет STRX-4. Построен камень по 7-нанометровому техпроцессу. Имеет 64 ядра и 128 потоков. Частота в базе 2900 МГц. В бусте получаем 4300 МГц. Кэшл третьего уровня в 256 МБ. Работает с памятью DDR4 и поддерживает её объём до 1 ТБ. Частота ОЗУ до 3200 МГц. ТДП процессора 280 Вт. Боксовым охватом тут точно не отделаешься. Версия PCI-Express 4.0. 88 линий PCI. А его цена составляет 366 999 рублей. Это как две с половиной моих ПК. И когда я говорил о его характеристике, очень захотелось себе такой же камень. Ну, думаю, я не один такой. Для такого процессора выбрана материнская плата Asus ROG Zenith 2 Extreme. Вышла плата в прошлом году. На сокете S-TX4. Форм-фактор EATX. Построена на чипсете AMD TRX40. 8 слотов под оперативную память DDR4 с поддержкой до 256 ГБ. 4 порта M.2 с поддержкой NVMe. И 4 порта PCI-Express 4.0 X16. Цена такой платы составляет 86 800 рублей. Ещё можно отметить поддержку Wi-Fi и сетевой адаптер на 10 ГБ. Оперативная память Corsair Vengeance RGB Pro. Комплект 8 плашек по 16 ГБ. Работает эта оперативная память на частоте в 3600 МГц. С таймингами 1822-42. Есть радиаторы и RGB подсветка. Такой комплект из 8 плашек обойдётся нам в 75 960 рублей. Но тут Булкин мог взять даже 8 плашек, но по 32 ГБ. Материнка благопозволяет. Охлаждает процессор с таким бешеным ТДП водянка Enermax LC TR4-2 RGB. Точное название на экране. Эта водянка подходит исключительно под 3 дрипперы. Размер радиатора 360 мм. Установлено 320 мм вентилятора. Рассеять эта водянка может до 500 Вт тепла. А её цена составляет 17 000 рублей. Но даже если вы захотите её купить, посмотрел наличие в магазинах, её очень трудно найти. Перейдём к накопителям. Тут их очень много. Начнём сначала с SSD M.2 NVMe. Стоят 2 накопителя SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus объёмом по 2 ТБ каждый. Скорость на запись 3300 МБ в секунду, а на чтение 3500 МБ в секунду. Цена одного такого составляет 29 199 рублей. За 2 придётся отдать 58 398 рублей. За свои деньги хорошие накопители с ресурсом в 1300 ТБ. Ещё установлено 4 накопителя Samsung 860 EVO SATA по 2 ТБ каждый. Тут характеристики скромнее, так как ограничены интерфейсом SATA. Скорость на запись 520 МБ в секунду, а на чтение составляет 550 МБ в секунду. Цена одного составляет 19 989 рублей. А за 4 придётся отдать 79 956 рублей. Хотя мог докупить ещё 2 М.2, так как в материнке остались свободные порты. Питает всю сборку блок питания Seasonic Prime Ultra на 1300 Вт. Это очень качественный блок питания. Есть и стандарты защиты. Сертификация 80 Plus Platinum. Полностью модульный с ценой в 35 990 рублей. Цена за блок для такой сборки нормальная, так как для хорошего пока нужен очень хороший блок питания. Находятся все комплектующие в корпусе Cooler Master Case Cosmos C700P Black Edition. Корпус 2019 года в формате Full Tower. В него влезет абсолютно все комплектующие, которые вы захотите. Его цена 27 799 рублей. Хороший корпус, но всё-таки мой фаворит корпус от Asus. И завершающий пункт это видеокарты. Да, именно видеокарты, так как тут их установлено 2. Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Aorus Extreme. Это топовые видеокарты 2018 года. Чип построен по 12-нанометровому техпроцессу. В базе имея частоты 1350 МГц. В бусте получаем 1770 МГц. На борту 11 ГБ GDDR6 памяти, работающих на частоте в 14000 МГц. PCI Express 3.0. Цена одной такой карты составляет 120 000 рублей. За две придется отдать уже 240 000 рублей. И то это БУ, так как новый уже не купить. В итоге весь ПК Букино на данный момент стоит 988 902 рубля. Один из самых дорогих ПК на русском ютубе. Но как сказал сам Букин, собрал он его на ближайшие 5 лет. Ну что ж, как думать, через сколько он его обновит на самом деле. На этом все. Пиши, начали ПК сделать обзор в следующем видео. И не забывай про мою группу в ВК. С вас лайк, подписка и коммент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok